Live long and prosper comrades, this is Atomic Goblin and we are clearing the dungeons in a kingdom far away, that all that I can say. And if good people are not doing politics, then they give their own advice on the and merzavs. And they agree with the politics of and merzavs. This is a fact. You know what? And this was also said in his time Platon. насколько мудрый был человек ну то что капитале ой не капитализм этот самая демократия и диктатуры это худшие формы правления но западные сейчас и современные дурачки буду говорить о что есть что-то кроме демократии и диктатуры монархия да нет монархи это тоже отвратительная форма правления вот аристократия по платону лучшая форма правления но не то аристократия которая в монархии было а другая аристократия перекрутили исторически помойте монархи перекрутили идеи платона потому что платон подразумевал под аристократами лучших в своем занятии ну тут вот спортсменную кто быстрее всех бегает тут и управляет спортсменами до бегунами кто в многих спортах лучше всех занимается спортом то в нескольких тот и управляет как бы целой отраслью спорта вот таким образом то есть и сварщик который лучше всех варит и знает как это делать он управляет другими сварщиками вот в чем аристократия то есть по профи и по профессиональной профессионализму своему подбирать и управлять такой подход они вот этот дебилизм когда демократия вот к чему приводит демократия вы видели диктатура кстати к тому же самому приводит в диктатуре такая штука что если хороший диктатор ну то есть толковый умный то тогда диктатура ведет к процветанию так было при цезаре наполеоне чингисхане и ряде других выдающихся личностей ну например тот же сталин из отечественных можно назвать поэтому но когда диктатура диктатор дебил то получается так как в африканских странах то есть страна загнивает все разваливается вот цвета диктатор какую-то ерунду занимает ерундой занимается или где-то не узбекистана а какая страна там где из боевиков 90-х фактически диктатор выступать даже уже не вспомню вот так вот бывает да когда он там один делает невероятные вещи а у нас пресс у нас ракеты сам понял проект каут проходит окей датс датс really hard до тяжело получается окей вар мы не дуга куда нам туда отправится и can i fold down можно ли упасть вниз поэтому такая штука у меня как всегда скажу я я ничего не понимаю вот ну и что что я имею два высших образования ну и что что я изучал блин философию ну и что важно что говорит вася алкоголик его мнение супер важно вот вы понимаете вот это уважение мнение алкашей каких-то до придурков психбольных шизофреников пока то забыл совершенно это 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 то что на западе сейчас ценится мне такое не нравится поэтому я даже больше азии увлечен чем западными странами то есть и мало того что мне коммунизм нравится да так мне еще и азия больше нравится чем европа да и азия таких ужасов как европа в своей истории не делала то есть азия не покоряла другие континенты и просто-напросто не не устраивала массовые геноциды на всех континентах как делала британская империя как делают соединенные штаты америки как делала германия как делает как делала франция и как современная европа поступает продолжает так с африкой в том числе и россия так делает азия гораздо более культурно в этом плане и суши и гораздо более добрее а европейцы гораздо более лживо вот это что произошло мдм еще чё повреждать и на фолдом выпас окей я подхалки а как мне сюда попасть до цехи желаю у него компания first one да конечно уровень здесь огромный по сравнению с первым я думаю это должно измениться ага это я понял другой стороны я не знаю не знаю если рядом эти самые сундучки например а где то чтобы а куда книгу я умрюю слишком много расслабился может быть я tired может быть я нужно отдохнуть это постоянное чистенькое возможно я уже устал возможно мне нужно отдохнуть я устал и ухожу я не могу просто уйти как один из известных алкоголиков отечественных сделал ну прямо живым остался лучше к ее зачем-то как он уйти на смысле с работы не вот как раз и сейчас сделал так как собственно только алкоголь где вот нормально вообще было вот вам результаты демократии народ выбрал алкоголика и слушала народу вот другой народу снг выбрал этого самого как его наркомана а в стране где упрекают в диктатуре все это нормальный президент я говорю про беларусь да и беларусь процветает а хотя что нету демократии вот это наша демократия худших одна из худших форм правления по платону вот поэтому то что я там свободно говорю что образованные люди имеют право на свободу слова это никак не имеет отношения к демократии потому что дебилы у которых нет высших образований которые не знают что такое правило логики до критическое мышление не умеют анализировать сопоставлять факты да и у них нет никакой свободы слова то что в учебнике написано и все вот официальные школьные учебники все только это и можно говорить шаг влево шаг вправо все больничка лечения принудительная это к вот этим у которых нет образования и то что они там думаю то что все это не этого слушать не не имеет смысла что там вот скажу так я послушаю что сантехник даже плохой сантехник думает о ремонте труп потому что он все-таки больше профессионал чем я в плане сантехники да но я совершенно не хочу слушать что мне сантехник пускай даже самый отличный пускай даже с этими самыми с наградами там все это действительно один из лучших сантехников в истории человечества пускай даже такой сантехник так вот я не хочу слушать что такой сантехник мне расскажет о поле альб экономики например или как нужно управлять государство с кем дружить с кем нет ну вот не хочу я почему-то слушать такого сантехника но если мы не идем по западным ценностям и все ты помните в чем еще прикол западные это ребята рассказывают вот так вот нужно а сами то врут они рассказывают как нужно это самое оценить иммигрантов что каждая жизнь имеет значение но вот иммигранты хлынули в европу и что и что где же это самое прием всех беженцев они убивают даже убивают и говорят что это нормально так и надо не замечают закрывают глаза вот вам и вся эта самая демократия вот и вся свобода слова это самое право человека на жизнь это это самое это касается только их и правда звучит таким образом что западу можно все все можно геноцид можно можно эти самые массовые убийства можно всех грабить можно ничего не делать что угодно делать вот это и все им проще прощается а всем остальным нельзя все остальные должны сдохнуть ради запада вот это то что по-настоящему не выдуманные какие-то сказки не вот эти побрехеньки равенстве людей всех то что все все равны все прямо так равны вот попробуй это самого посаде президента сша не этом специальная процедура так если уж он равны ничего вот вы посмотрите кстати на американцев американцы же пример знаете вот это все равны и президенты обычный гражданин вы посмотрите как обращаются обычные граждане с президентом сша только сэр только сэр все тебе никакого ты сказать там гражданин товарищ это не сверху снизу вверх обязательно снизу вверх и никоим образом не это самое не не равны не равны рассказывают от такого же равенство президенты этот самый и бомжи и алкоголик вася или сантехник 3 они имеют равные права и равные возможности сантехник петя точно так же может выбраться в президенты и управлять международной корпорацией как и президент и как дети президента сто процентов именно так и сейчас мне придут программисты скажут что ты понимаешь вот конечно так конечно я вот программист петя могу стать президентом стань стань президентом стань президента покажи покажи как программист петя что ты можешь стать президентом европы там Соединенных Штатов Америки, какой-то Германии Покажи, что ты можешь Стать миллиардером Вот я это самое, а теперь миллиардер Посмотри, покажи мне, что ты Миллиардером стал Вот где вот эти наши отечественные Разработчики, которые рассказывают Программисты, как их всех здесь подавляют Как все зажимают Где же вы миллионеры наши Миллиардеры разбогатевшие Скажут это самое, так Павел Дуров Вот, если это Павел Дуров Стал богатым миллиардером Собственно в России Ему без разницы, я вам скажу Если человек с мозгами и все это Без разницы в какой стране он живет Он и там и там добьется успеха То, что Павел Дуров Богатым стал успехом Это никак не относится к русским Или к тому, что вот конкретно Ты программистом или Петя Все это, что ты такой же способный Как Павел Дуров Или что я способен такой же, как Павел Дуров Нет, я не такой способный, как Павел Дуров Вы представляете Вот Поэтому Рассказывать о том, как ваши таланты Подавляют Я посмотрел на всех этих, знаете Как они Художников, режиссеров Которые говорили Вот как в Советском Союзе Подавляли свободу Не давали самовыражения Вот все это Ну и что они снимают Вот что они Предстояние снимают Вот это С Михалковым Да, там где Эти самые Паруса какие-то У танков Вот Вот этот бред Они снимают Блин, я скажу так Жалко, что нету на них цензуры Очень жалко, что нету на них Советской цензуры Если бы была бы Советская цензура Было бы нормальное кино Которое бы не стыдно было посмотреть А как только перестала быть Советская цензура Так такая ерунда пошла И это сплошь И в песнях Вот этих Голубая луна Голубая Да Ну тоже Обалденная песня Классная Кстати Причем Что голубую луну Начали петь Задолго И прославлять Гомосексуализм На постсоветском пространстве В России Задолго до Европы То есть Опередив Европу Намного Десятилетий Да Но Европа же не говорит Что смотрите Русские вообще-то В теме Продвижения гомосексуализма Гораздо впереди были И дальше пошли Нет Они молчат Они самые первые Они самые крутые А вы Вы хоть будете Понимаете Вы хоть на Плутон Полетите Вот все мы полетим Да все это Они скажут Не, не было такого Мы ничего не видели Какой там Плутон Кто там летал Как в космос Как Гагарин Они не вспоминают Что Советский Союз Там летал в космос Это не Не, что вы Не был Какой Советский Союз Какой А что вы Вычеркнуть Все Вот полностью Вычеркнуть Как не было Советского Союза И самое меня удивляет Ладно это Запад делает Это понятно Их это задевает Вот это как бы Унижает их достоинства Там пропаганду Показывает Что они не такие крутые Как они пытаются Себя показать Но вот я не понимаю Вот эти Эмигранты Которые Вот отечественные Вот Которые целовали Жопу Вот все это И продолжают Целовать Жопу Западу Вот что молчат Ну то есть Да нормально Совершенно нормально Так называемые Патриоты Которые Вычеркивают Свои достижения Вот что не признавать Что например Первым руководителем В мире Гомосексуалистом Был Генеральный секретарь Советского Союза Брежнев Все скажут Стоп Брежнев не был Никаким Гомосексуалистом Это была Национальная традиция Такая мужикам Целоваться в засос Просто такая Национальная традиция А ну давайте посмотрим Вот когда истину Говоришь Да все это Как же это все Неудобно Помогите Надо врать Постоянно Пропагандисты С обоих сторон Кстати есть Давайте Назовите мне Пожалуйста Кто еще Из великих Людей Культуры Там Политики Советского Царского Периода Может кто-то из царей В десна Целовался Может Николай Целовался В десна Может Ленин В десна С кем-то Целовался Троцкий Сталин Хрущев Даже предатель Горбачев Может целовался В десна Нет Никто не целовался А ну давайте Деятели Может космонавты Кто-то вот В засос Целовались С друг с другом Мужики Леонов Может быть Может быть Этот самый Собственно Конструктор Сейчас Вспоминаю Космической Техники Королев Глушко Там Челомей Кто-то Из них В засос Целовался Нет А из Космонавтов Юрий Гагарин Может Целовался Может Этот самый Фектистов В засос С мужиками Целовался Нет Вот как-то Смотришь Нет Нет И нет А что ж Такое Получается Что единственный Кто в засос Целовался С мужиками Был Брежнев Но Не гомосек Это Другое Да Голубую Луну И всякие Гейские Песни Начали Петь Еще Петь Еще В 90 На Постсоветском Пространстве Да То есть Мы На Сколько На 30 лет Фактически Опередили Европу С повесточкой С гомосексуальными Песнями С вот этими А Трансгендер Вот этот Веркосердючка Который Переодевался Это Что же Еще В 90 Годах За Сколько Десяток Лет До Этого Самого До Европы До Запада До США У нас Вот эта Повесточка Была А ну Ка скажите Мне Давайте Мне даже Интересно Услышать За Сколько Это Лет Получается Опередили Ну И что Европа И США Говорят Что Россия Украина В плане Гомосексуализма Были Впереди Всей Планеты И опережали Значительно Европу И США В 90 Годах В 70 80 С этим Самым Генсеком Гомосеком Нет Нет Удивительным Образом Даже в этом Плане Они всегда Говорят Мы Лучшие А че А эти Все Ребят Сталые Вы Понимаете Даже В худшем Вот Даже Смотрите Сейчас Время Самых Больших Жуликов Самых Больших Воров И коррупционеров В истории Человечества Это Именно Вот Наши Соотечественники Есть Чем Гордиться Постсоветскому Особенно Русским Украинцам Самые Мерзопакостные Жулики Самые Большие Убийцы Вот Просто Эти Самые Воры Это Коррупционеры В истории Человечества Всего Человечества Это Это Современные Украинцы Вы Не не видели вот света нет что мы 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 будем отрицать мы не мы не впереди планеты всей на самом деле в этих темах мы впереди планеты всей задолго были и остаемся даже понимаете и даже остаемся поэтому как бы тут только можно сказать поздравления мои искренние поздравления надо это признать надо признать что в теме гомосексуализма у нас песенки были гомосексуально вот боря моисея помойте он бы выиграл бы евровидение и веркосердючка хотя она туда ездила после то но вы видите поймаете европа вот она такая подлинка веркосердючка намного раньше европы поехала на евровидение да вот это гамму ну трансгендерную повесточку показала вот цвета ну никто не выбрал а знаете почему никто не выбрал потому что на самом деле только европа должна показываться и по правду по ганде что вот только европейские страны только немцы только французии вот если гомосексуализм только немцы только французы только вот американцы только они лучше всех защищают гомосексуальные права И только у них эта тема лучше всех продвигается, да? А то, что оказывается Украина и Россия в этой тематике гораздо более продвинуты, никогда они не скажут. Точно так же про космос. Никогда они не будут говорить, что ой, Советский Союз первый в космосе, ой, высадили автоматические зонды, стали исследовать планеты первее, чем западные страны. Нет, они никогда не будут говорить. Вы что, никогда. Да, что первый на Марсе марсоход приземлился, Советский, он передал изображение. Нет, они даже врут, перевернули изображение и сказали, блин, мало того, что западные специалисты врут о том, что марсоход провалился, там не прислал никакой этой самой картинки вот сюда. А вы переверните эту картинку и вы видите, что все нормально. Что там обычная нормальная картинка. Вот, просто ее, и она была получена с марсохода. Вполне успешно. Но даже отечественные пропагандисты, вот эти все, они тоже врут. Ой, потерпела неудачу, первый марсоход потерпел неудачу, ничего не получилось, вот, ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. И нету картинки, какие-то абракадабры. Сами перевернули изображение и говорят, какая-то абракадабра. Ну, то есть, понимаете, сами себя унижаете, сами себя оскорбляете. Я не хочу этого делать, да. Но я признаю, что да, русский мир, что да, именно Украина и Россия первые в мире развили гомосексуальную тематику на такой масштаб, на которой даже сейчас и Европа, и США как бы глубоко позади. Они только врать могут о том, как они далеко и впереди ушли в плане продвижения гомосексуализма. А вот настоящий гомосексуализм гораздо более в развитой степени, гораздо более высоко. Был развит еще в 70-х годах, благодаря Генсеку-Гомосеку. И, собственно, Верка Сердючка и этот самый... Как его зовут? Боря Моисеев. Вот, они продвигали за долгие годы. И Европа не готова этого признавать. И никогда не признает, что в любой тематике, что мы хоть в чем-то лучше Запада. А это начиная как от худших вещей, так и лучшие, понимаете? То есть, если вы думаете, что только в лучших они так... Нет, даже в худших. Вот гомосексуализм я показывал. Они не признают, что первые, вообще-то, славяне были в этой тематике. Вы понимаете? Что рабства у славян не было. Вот, что славяне гораздо добрее были. Пока в Европе еще был рабовладельческий строй, в такой передовой этой самой Византии и многих странах. Хотя там говорили, что уже феодализм. Ну, там и феодализм, и рабство было вместе, да? Торговали славянами, тем же на рабских галерах, например, да? Через Курцию. Вот, это они не говорят. Ну, понимаете? Такая вот штука. А в этом самом... А то, что в славянских странах вообще рабства особо и не было. Никогда. С этим самым... С феодализмом, конечно, переборщили. С крепостными, да? По времени дольше потянули, чем другие. Это, да, это был такой недостаток. Но рабство у нас не было распространено. Тем более, в таких масштабах, как на Западе. Но нет, нет. Даже, ну, понимаете? Вот такая вот штука. Хотя сейчас я посмотрел некоторые противоречия. То есть... Не, ну они же все равно считают, что они-то больше рабовладеют. Да, да. Сейчас запутался сам. Во. Да, я не забыл, как я сейчас. Блин, прикольно. В этих рассуждениях самому запутаться. Ну что ж, такое бывает. Бывает, что путаюсь. Yeah, it can happen that I also can mess up in the thoughts. But about the gays, that's definitely interesting again about that. Actually, the Soviet Union and the post-Soviet countries was much in favor of the gays. Because, like, the first ruler of the country, the gay Brezhnev, was the communist from the Soviet Union. Yeah, and the first... Let's throw that down. And the singers, like... Boris Moiseyev or Verka Serduchka is, like, in the 90s, was already on the transgender themes and the homosexuality are popularity things. So... That kind... Oh, I throwed the book down there. That's bad. Блин, плохо, что я сюда книжку выбросил, конечно. I didn't need to do that. That's what I didn't need to do. I didn't need to do that, because I noticed, I didn't need to put that down there. Okay. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Poor dude, this is... Пятняжки, вот эти ребятки. Поэтому... Такая штука. И, возможно, то, что сейчас переживаем мы, это будущее Европы. Через лет 20-30. То есть будет какая-то большая война в Европе? Интересно. И, может, даже в США. Вот если с такой перспективы я-то не смотрел. Я никогда не думал о том, что происходит в славянских странах. Что происходит в Европе или Соединенных странах. Никогда не думал о том, что происходит. Да, никогда вот о таком не думал. И теперь... Вот такая в голову мысль пришла. Окей, I light it here. Everything. Так, тут я все зажег. Now I need to check where more mana. Objects. Так, где у нас еще у мана объекты? Окей, they lighten up. Это у нас заряжено. How many objects? Кстати, сколько у меня объектов таких? Мана, objects left 5. That's charged. Okay, I need definitely to charge this. Этот мне надо будет зарядить. Okay, this one. Oh, got it. Понял. So, that tube from here. Это у нас получается отсюда. So, I need to fix that. Finally understood. Наконец-то я понял, что мне там надо исправить. Cute dude, кстати. Прикольный чувачок. That's interesting thoughts. Поэтому решение, конечно, и мысли очень интересные по поводу того, что мы где-то на 20-30 лет опережаем западную тематику. Осталось еще где-то органические там остатки где-то. Держава. That's actually the Russian Tsar sign of power. Это, кстати, из Византии пришли вот такие вот атрибуты власти России. На Русь вначале, а потом уже в Россию. Вот украинцы все хотят отказаться на Украине, на Украине. Они таки не понимают, что, блин, это подтверждение того, что единственная страна, которая, вот, которой мы обращаемся там на, кроме Украины, это на Руси. Вот эта приставка на Украине, это остаток от на Руси. Но украинцы все хотят быть какими-то ущербными. Сами добровольно. Я не понимаю этого. I don't understand why the Ukrainians want to be actually minorities. Okay. That's Rized. Это я уже активировал. There's больше вот таких. What I can charge or discharge with mana? Что еще манной можно зарядить или... Did I put all those... Я все уже принес сюда? How many objects, by the way? Сколько еще объектов мне осталось? Restorable objects. Four. Четыре еще осталось. Great. Прекрасно. Там ничего нету. Ну, по крайней мере, перенес. One more spear. Еще одно копье. Where I left one more spear. Где еще одно копье осталось? Oh. I don't see where that spear. I don't see where that spear. Oh, here it is. Вот оно. Okay. Treasures. Сокровища. That need to be somewhere worse. По-моему, это куда-то надо бросить. This corridor. Коридор. Okay. Barely past. Ребя смог пройти. А, treasure chest. Wrong direction. Неправильное направление. Да, судачок же, что у меня в другом месте. Why you didn't mention that? Почему вы это не упомянули? So, here is the book. Вот у нас книга. Charging. Заряжаем. That is charged. Вот та штука у нас заряжена. This one. Вот это. Also, what's with magic? Money objects left. Еще два каких-то магических объекта осталось. Last one. Последний остался. No, that's not this. Нет, это не этот. So, one more mana object. Еще какой-то mana объект не зарядил. Oh, that's bad. Это плохо. What is not charged? А что не заряжено? I need to... Check it out. Нужно проверить. Said there is no markers. Жалко, маркеров нету. I need to figure out myself. Нужно где-то самому разобраться. One last object. Последний объект. Maybe somewhere here. Maybe somewhere here. Maybe somewhere here. Maybe somewhere here. No, I don't see. No, I don't see. Definitely not here. Touche они здесь. О, я думаю, что я знаю, похоже, я знаю где Да, мы поставили это, мы это поставили, активируем Ок, это было ожидалось, ну да, этого стоило ожидать Ну, вот этот нам нужно зарядить Да, это правильно, вот теперь правильно Ок, готово На этом живем и процветаем, мы только так побеждаем До следующего эпизода Мне игрушка понравилась Можна ли эти самые поменять Ну, ок И левел, заканчиваем уровень Так, твоя награда, награда, энергия, комбат, трикс Какие-то боевые уловки Ок, до следующего эпизода До следующего эпизода, уважаемые проспекты и просветайте Субтитры сделал DimaTorzok